Поясните, пожалуйста, роль Церкви в нашей жизни. Что разуметь под Церковью? Церковь можно воспринимать как организация. Можно Церковь подразумевать как вот то духовное образование, не образование, в связи с получением знаний, а вот духовный институт, который даёт возможность человеку получить правильное и обоснованное, аргументированное мировоззрение. Не просто эмоции, не просто восторги, а аргументированное, обоснованное мировоззрение, которое действительно в себе прямо содержит, имплицитно, так сказать, в котором присутствует что? Счастье человека! Счастье! Уже здесь! Вы подумайте! Вот два человека! Вот случилось одно и то же бедствие у того и у другого! А один человек считает, да, надо, что случилось! Кто там мне подстроил? Почему это? Какой камень с горы свалился? Почему это такое? И не знает, и не понимает, и протестует, и не знает, что делать. Хоть верёвку на шею кидает. Другой православный человек прекрасно понимает, что Бог – это есть любовь, и ничего, что со мной случается, ничто не является какой-то местью Бога, наказанием Бога. Всё, что происходит со мной, это есть самое наилучшее для данного момента, наилучшее, ибо Он есть любовь. Не к палачу я и извергу пришёл, он мне зубы делал, а к врачу. Мне иногда больно, конечно, бывает, но я сам иду к врачу, и здесь врач это делает, а не садист какой-нибудь. Представляете, когда я верю в это, что меняет любеобильный, премудрый врач это делает, подумайте, насколько легче человеку уже здесь, здесь, на земле это бывает. Я говорю ещё раз, это же великое благо, даже одна эта мысль. Я уж некоторым атеистам прямо говорю, ну, сурьте, хорошо, ну, нет Бога, ладно, ладно, нет Бога, но скажите, что лучше, когда человек в отчаянии что там и кто там ищет, рвёт и мечет, или когда он глубоко верит, что это сделано, сделано врачом, который меня любит. Что он плохого, что от этого он плохого имеет, скажите? Иллюзии. Да мы непрерывно живём в иллюзии. И главная иллюзия какая? Другие умирают. Я вечно буду жить на земле. Так же роль церкви, как институт, который даёт нам возможность получить верное мировоззрение. В этом смысле получить твёрдую основу в жизни и особенно в жизненных невзгодах. Слушайте, какое же это благо, когда я знаю, что это любовь, это совершает, а не ненависть, не случайность. Если Бога нет, то что? Случайность. Скатился камень, кирпич упал и случайно перебил мне, там, голову или ключи, всё случайности. Вот. Поэтому роль церкви в этом плане очень-очень большая. И потом мы, конечно же, благодаря церкви-организации, уже я говорю, мы знаем источник, где можем получить, ну, надлежащую информацию просто. Это же очень важно. Вот сейчас мы с вами говорим, уже какая-то информация уже у нас есть кое о чём. Откуда это? И церкви. Спасибо.